Недавно, буквально на днях, заметил, что мой аккумулятор тестовый, опять же, из-под бесперебойника, 12 вольт 7 ампер часов, если не ошибаюсь, вышел из строя. Связано это, конечно же, с сроком службы аккумуляторов. Ну, этому аккумулятору уже где-то 3 года служил верой и правдой. Ну, не держит просто заряд. Пробовал отремонтировать несколько месяцев назад, кое-как дотащил до наших дней, да, этот аккумулятор. Но сейчас, думаю, ремонтировать его уже не нужно. И решил уже пойти в магазин и купить новые аккумуляторы. Стоят они где-то в районе 500 рублей у нас. Но одновременно вспомнил то, что несколько месяцев назад я вам делал видеообзор, ремонтировал китайские светодиодные фонари и светильники, которые предоставил мне местный магазин электроники. И помню, что с тех пор у меня осталась куча аккумуляторов от китайских фонариков. В частности, 4-х вольтовые свинцово-гелевые аккумуляторы с ёмкостью в 1 ампер часов с напряжением 4 вольта. Две банки по 2 вольта последовательно. Маленькие довольно фонари с ёмкостью в 1 000 мАч, уже сказал. И вот решил, пришла, вернее, в голову идея подключить их параллельно, последовательно и получить полный аналог вот такого аккумулятора от бесперебойника. В результате появилось на свет вот такое чудо. Да, конечно же, это такой аккумулятор, который не каждый день увидишь. Но на самом деле, изначально, когда я его делал, не доверял я вот этим маленьким аккумуляторам. Думал, ёмкость китайцы обманывают опять. На некоторых из них есть даже надпись напряжение «Ёмкость», «Полярность» указана. Но, тем не менее, решил всё-таки рискнуть, подключил, смотрите, вот, каждый аккумулятор 4 вольта, подключены они 3 штуки последовательно. И вот такие блоки по 3 штуки, да, 12 вольт напряжения, 1 ампер час ёмкость каждого трёх таких блоков. И подключил все блоки параллельно. Ну, вот эти основные клеммы, конечно же, у меня провод довольно тонкий, но поставлю побольше сечения провод. В итоге у меня аккумулятор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ампер часов, 12 вольт. Полный аналог аккумулятора без перебойника. Ну и самое главное, то, что вес у этого аккумулятора значительно ниже, чем у без перебойника. Насчёт ёмкости, точно я указать не могу, ну, заявлять, что тут именно 7 ампер, поскольку китайцы могут и врать. Почему-то у меня весы стали. Так, тоже китайские, кстати, весы. Так, 1,8 кило. Вес самодельного аккумулятора 2, почти 2 кило – это вес бесперебойника, аккумулятора от бесперебойника. Время работы, если сравнить с новым аккумулятором от бесперебойника, протестировать оба аккумулятора, конечно же, на данный момент не могу. Ну, буквально 2 дня назад у нас отключили электроэнергию, и был вынужден вот этот аккумулятор применить, подключить через преобразователь, преобразователь, точнее, в качестве источника питания 12-ти вольтового. И подключил всё освещение дома, оно у меня светодиодное, телевизор там, ноутбук и так далее, и так далее. Проработало где-то 40 минут всё это. Несколько слов насчёт срока службы. Ну, вообще, из своей практики, из-за ремонта, вернее, таких вот фонарей с такими аккумуляторами. Я знаю, что у таких аккумуляторов не очень большой срок службы. Они, по сути, сухие. Внутри две пластины слинцовые. И, конечно же, фильтрованная бумага, пропитанная кислотой. В общем, герметичные они полностью, но при желании можно снять вот эту крышечку, под ними два колпака для каждой банки. Как аналог аккумулятору бесперебодника довольно достойный вариант. Насчёт ёмкости, вот у нас провод, заявленный, 20 А, можно без проблем его расплавить. Ёмкость довольно большая, и она чувствуется. Но, к сожалению, специализированного оборудования для измерения ёмкости аккумулятора нет. Вот ещё одна нагрузка в виде 400-ваттной лампочки от кинопроектора, 30 В, 400 В. Нагружаем 12-вольтовый аккумулятор. Вот полностью, не полностью, вернее, засвечивается столько, сколько должна засвечиваться 12 В. Чувствуем, что ёмкость аккумуляторов довольно большая и держит заряд очень хорошо. Что дальше сказать? Укрепил их я вот такой специальной изолентой. По сути, это скотч, но в себе содержит стекловолокно. Вот ниточки видим. Довольно хорошо прилипает. Ничем больше не клеил. Вот эти контакты прикрепил для последовательного соединения отдельным, одножильным проводом. Провод, по сути, от диодов советского производства, там резисторов. Довольно толстый провод. На этом всё, как вариант аккумулятора. Хотя, думаю, не у всех из моих зрителей найдётся вот такое количество. 21 штука, я думаю, тут аккумуляторы, да. Такое количество достать такие, думаю, будет трудно. Но я, как человек, который ремонтирует периодическую технику, в том числе и новую совершенно технику от магазинов там, и накопилось вот аккумуляторов, ну, бросать, конечно же, жалко. Вот решил таким образом сделать себе резервный аккумулятор, который, конечно же, выручит в трудную минуту. На этом, друзья, всё. С вами, как всегда, был АК Касьян. Не забывайте подписаться на канал и, конечно же, посещать наши сайты. По дополнительным вопросам пишите мне на электронный адрес, который указан во всех роликах, в описании всех роликов. Пока!